Просветительская акция «Тотальный диктант» за 19 лет приобрела всемирный масштаб, объединяя всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уточнение – правильно говорить и правильно писать. Число желающих каждый год увеличивается. В этом году, как говорят организаторы, эта цифра составляет почти полмиллиона участников. Девиз 2023 – писать грамотно – это модно. А мы говорим еще и о том, что это, во-первых, результативно, во-вторых, это решение и таких вопросов, как реализация собственных знаний, амбиций в конечном итоге, ну и, безусловно, это возможность доказать самому себе, что я тоже могу. Вот ежегодно наши участники это себе и нам тоже доказывают. Принять участие в «Тотальном диктанте» может каждый, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Испытать себя решила и Светлана Шпанагель. На вопрос, что привело ее, отвечает довольно просто. Обычно человеческое любопытство. Говорят так, в детстве, помните, мы говорили, любопытство не порог, а источник знаний. У меня не было раньше этой возможности, сегодня, вернее, вот сейчас у меня появилось, я решила пошутить сама с собой. Я училась в древности, еще в том веке. У меня несколько образований, в том числе институт иностранных языков. Я очень много лет не писала по-русски. А на каком языке писали? На немецком. Как вам диктант? Вот то, что я слышала, он достаточно сложный? Ну, сложный, конечно, потому что там есть такие моменты по синтаксису, где я, наверное, учила то, что старая, а сегодня синтаксис может быть несколько новая. И еще там есть такие моменты, как нам вставляли в голову, авторские. И я вправе сделать так, как я хочу, но не так, как там будет написано. На филологическом факультете Брестского государственного университета имени Пушкина, который принимает тотальный диктант уже пятый раз, пять аудиторий отведено на написание. Высший балл пятерка. Строгий регламент, все четко и по правилам. В аудиториях тишина слышен лишь голос диктатора. Именно так называют человека, читающего текст. Но первое прочтение от автора российского писателя и журналиста Василия Овченко. Известный как раз писатель российский, он создал текст, посвященный путешественнику, публицисту, этнографу Арсеньеву. Вот о нем мы сегодня и будем узнавать больше. Все участники знакомятся с автором этого текста. Он каждый год новый. Этот текст мы увидим уже полностью только после того, как будут подведены итоги тотального диктанта, поскольку он разбивается на несколько частей. У нас третья часть или урок третий. Текст непростой. Сложная лексика еще труднее синтаксис. Но вот юный участник диктанта Михаил Татарчук спокоен и уверен в себе. Я прихожу сюда во второй раз для того, чтобы узнать свой уровень знания русского языка. И просто мне нравится писать диктанты. А первые пробы это какой результат? Первый раз я написал на пять. Вы сами довольны? Да, но хотелось бы еще лучше. Там было две ошибки просто. А сейчас хочется без ошибок писать. Миша, а вы свое будущее связываете как-то с филологией, с языком? Нет, с плаванием. Я занимаюсь спортом. Вы приходите, чтобы самому утвердиться в том, что вы грамотный человек? Я так знаю, что я грамотный. Мне нравится писать. Это самая главная причина, почему я сюда прихожу. Среди участников – филолог, директор Брестской 16-й школы Елена Ершова. Я закончила университет, наш филологический факультет, 27 лет назад. 27 лет дети сдают экзамен по русскому языку. Может, уже пора и мне его сдать снова. Зачем? Затем, чтобы понять, вернее, вернуться в то ощущение волнения и почувствовать вновь, что такое сдавать экзамен. Ведь не просто я у детей спрашиваю, я ведь тоже должна поддерживать определенный уровень. Я проверяю сама себя. А если будет там не пятерочка у директора, а четверочка? Значит, еще раз перелистаю все учебники и пересмотрю, где я оказалась не права. Вот и все. Мне перед собой – да. Но когда я перестану учиться, я перестану быть учителем. Больше всего участников в России традиционно собралось в Москве. Свыше 10 тысяч человек, но и Брест не отстает. Участников с каждым годом становится больше. Я могу похвастаться, что когда мы подводили итоги прошлого, 22-го года, и была такая пресс-конференция онлайн, из разных государств подключались руководители, организаторы вот этой акции, мы выглядели более чем достойно, потому что такого количества, 83 участников в прошлом году, не было ни в одной стране, ни в одном городе. Я надеюсь, что в этом году мы превзойдем эту цифру, и дальше будем только по нарастающей. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.